всем привет дорогие друзья сегодня у нас котлеты по ивлевски значит будем показывать мастер-класс котлеты без добавления хлеба говядина сколько килограмм да здесь нас килограмм говядины килограмм свинины две большие луковицы лука все это будет у нас обваливаться в панировке добавляться соль сахар приправы сахар нет конечно это яйца яйцо да яйцо значит лук мы пассируем не сильно на растительном масле добавлением сливочного вот небольшой кусочек когда пассируется добавляется масло и растительное сливочное то совершенно другой вкус приятный хотя у нас лук тоже такой салатный сладкий все пишем вот будем пассеровать лук прокручивать мясо мясорубка у нас сломалась нос отломился мы купили новую вот заодно сейчас будем проверять мясорубку испытывать и делать котлеты и и и и и и Крутим мясо и жарим мусо. У них хорошенький вкус муховатый. Крутит. Нормально крутит. Крутит. Вот так. Сильно много, да? Нормально крутит. Это он спастируется. Котлеты у нас были без хлеба. Круткие. Тытные. Вот так вот. Сейчас так тетиком спастируем. И прозвучим. Пауза. Пока нет. Играет музыка Оля, не сиди, кто. Я его сейчас покажу, когда он уже кутируется. Так, вот лук у нас спассировался. Теперь он немножечко должен прям чуть-чуть остыть, не жарится. А вот пахнет чуть-чуть, только как бы карамелью. Немножко мы его спассировали. Теперь мы его должны прокрутить. Постоял он 5 минут, подышал. Сейчас мы его будем прокручивать, добавлять в мясо. Так, также мы мясо посолили, поперчили, разбили одно яйцо. Сейчас прокрутим сюда лук и будем продолжать дальше. Так, я поняла, фарш мы перемешиваем. Значит, посолили, поперчили. Кто любит, много-много поперчили. Кто мало, немножко поперчили. И вот так вот с добавлением яйца, с прокрученным, обжаренным, спассированным луком. Лук пассеруем на сливочном растительном масле. Все это дело вот так вот хорошо перемешиваем. И потом берем фарш, небольшими вот такими порциями, кусочками. Вот так его отбиваем. Отбиваем, отбиваем, отбиваем. Кладем, следующую партию вот так отбиваем. Вот так, чтобы он у нас был мягкий, сочный. Чтобы он весь соединился. Вот так, котлеты у нас будут вкусные-привкусные. Вот так. Весь фарш мы отбиваем. Вот так. Вот. Сейчас я еще его хорошенечко вот так перемешаю. О, так вкусно пахнет пассерованным луком, смешанным с мясом. Вот так у нас все будет. Чтобы все вот до однородной массы было. Как тесто замешиваем, так мы и замешиваем котлеты. Можно прям, чтобы, если у вас немного фарша, можно прям его вот так замешивать прям в посуде. Чашки, чтобы не портить, не пачкать никакую другую посуду. Прилипает у меня к перчаткам и отлетает на все стороны. Вот. Вот так мы его отбиваем хорошенечко. Вот так. Потом формируем котлетки. Вот так. Так, переходим давай к сковороде. Включаем на медленный огонь. Жарим мы их. Я на той же сковороде, на которой жарила лук. Не стала я ничего изощряться. На той же сковороде. Формируем. Можно делать разной формы котлеты. Вот так их в панировочных сухарях панируем. Вот. Вот такие у нас котлетки получаются. Вот так мы их кладем. Кто какие любит, кто большие, кто поменьше. Это все зависит от вас. Никаких ограничений нет. О вкусе не спорят. Поэтому кто-то любит съесть одну большую. Положить ее на бутербродик, на хлебушек. А кто-то съесть две маленьких. Без крышки. Без крышки котлеты жарим. На небольшом огне. Так, котлетки мы вот положили, жарим. Обжариваем мы их очень хорошо в панировочных сухарях. Вот такие у нас сухари. Панировочные. Можно делать тот сухарик. Сухарики прокручиваем. И все. Но у нас вот такие вот магазинные, готовые. Очень удобно. Чистенькие, беленькие. Вот. И теперь жарим котлетки. Котлеты у нас жарились без крышки. На таком слабеньком медленном огне. Вот. Котлетки готовы. Вот так вот мы сейчас их... Сейчас я саму оператору дам на пробу. Мы сварим макароны сейчас котлетам к этим. Вот у нас свежие овощи. И будет у нас ужин. Как проверить? Вот так вот нажимаем на котлеты, чтобы никакой крови не было. Идет прозрачный сок. Значит, все. Котлетки наши готовы. Вот они с обоих сторон поджарились. Вот так вот. Такие аппетитные. Вкусные. Готовьте с удовольствием. Всем приятного аппетита. Всем пока.